привет всем вы на канале позитивный огород сейчас у нас уже близится конец октября и вот наши две грядки клубники которые мы выращивали на вот это вот черному кровном материале немножко хочу просто рассказать о плюсах именно такого выращивания за лето практически мы ее не пололи то есть если вырастала трава то вообще единичные экземпляры вот здесь вот в самом приствольном так сказать круги и все больше нигде травы практически не было очень хорошо прогревается весной когда кустики маленькие и сама клубника от этого быстрее растет сам кустик то что весь этот укровной он нагревается от солнца и соответственно здесь грунт намного теплее чем вот в окружающем то там во всем огороде на грядке вот этой на высокой очень тепло ну и соответственно меньше рисков того что если пойдут какие-то затяжные дожди вся лишняя влага она вот именно уходит просачивается и уходит в землю то здесь у нас очень такой комфортный микроклимат для нашей клубники также очень удобно и поливать ее так как после полива вся вода она совершенно хорошо вот именно просачивается сквозь этот укровной и доходит до корней то есть никаких проблем не с поливом не с каким-то из вот будет переувлажнение все это вот именно решается за счет такой вот высокой грядки ну и соответственно меньше именно забот с прополкой потому что ее практически не было этой прополки сами кусты как можете заметить очень хорошо себя чувствуют в принципе все лето особо никаких проблем с ними не было ты сейчас уже скоро выпадет настоящий снег первый снег уже выпал но скоро уже настоящий выпадет тогда уже будем наверное и накрывать такие вот сейчас пышные кустики попробуем накрыть укровным материалом и сейчас вставлю несколько кадров с того именно видео когда мы обрывали и цветоносы и усы лишние и подготавливаем нашу клубнику к зимовке в таком сейчас состоянии на 5 октября грядки с клубникой все цветоносы практически мы оборвали чтобы земляника уже эта клубника готовилась к зимовке здесь тоже все сорвали такая вот грядка ботва кое-где начинает уже вот так вот багровый становиться такой но главное что кустики в принципе пышные и чтобы они хорошо перезимовали а вот с этой мелкоподной землиника вообще ничего не делали собрали последний урожай в принципе все ягод на ней уже не завязывалось в принципе последнее время поэтому так она вот и уйдет в зимовку зелененькой и землиника который мы садили усами вот это самые поздние посадки здесь кустики эти еще такие совсем совсем крохотные но тоже их прикроем должны перезимовать здесь у нас пошла вторая посадка оборвали все цветоносы здесь вот пышнее кустики такие такая вот грядочка и пошли первая посадка кустики вот они в принципе первая вторая не особо они и различаются вторая отогнал вот эти первые кусты которые уже прям вообще сформировалась здесь уже прям хорошие такие кусты тоже все цветоносы по обрезали по обрывали и все вот так вот она будет у нас зимовать потом прикроем ее и надеемся что все вот эти кусты хорошо перезимуют если как повторюсь все сорта какие только у нас были но укореняли их усами и вот такие вот получились кустики такая вот клубника поэтому именно выращивание клубники на спонбонде вот этом черном очень хорошо конечно для таких вот регионов как у нас тут западная сибирь у нас очень бывает сыра бывает также такой вот именно то есть нас не бывает такого сверхтепла многие говорят что у них очень очень тепло и все высыхает нас тут наоборот нас риск того что нас все зальет и сгниет просто поэтому эти высокие грядки с укрывным очень хорошо именно для нашего региона не показали и зарекомендовали себя за вот этот год просто на пять с плюсом очень удобно ухаживать не нужно каких-то лишний лишний какой-то возни с ними думаю тем у кого такой вот климат умеренный вот эти вот грядки очень хорошо подойдут ну и конечно это только осенние итоги как все перезимует покажет весна поэтому весной конечно посмотрим как перезимует наша и клубника и земляника ну так урожай был неплохой надеемся что следующий год эти две грядочки нас будут радовать своим урожаем ну а всем тем кому данное видео было полезным подписывайтесь на канал делитесь этим видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего